всем добрый вечер снова мы сегодня поговорим о недельной главе жемчужиной недельной главы как всегда я буду говорить о каком-то идее идеи которые недельной главе то есть не обхватывать все иногда когда преподавал свое время строил систему всю неделю главу хватает жемчужина у нас глава ницовим глава ницовим и у нас есть очень интересный стих о котором поговорим в принципе наша тема сегодня будучи важная вещь мы поговорим о арбута то есть до взаимоспомощи как бы взаимоотвестность международом израиля так его глючит секунд я попробую перезагружающий планшет для того чтобы он включил мне в текст и мы сегодня поговорим об одной очень весной вещи связано работа дадит то есть наша взаимоотвестность одного за друге одних и других международом израиля и есть на стих по этому поводу очень интересный стих и значит мы начнем со стиха и комментария принципе могу прочитать стих я просто хотел уже по-русски прочитать чтобы более понятен а стих говорит так то есть скрытая господу богу нашим и раскрытая нам и нашим сыновьям на века то есть на веке делать все слова этой торы то есть перевожу не знаю кто все литературно это перевели сейчас пробу открыть все глючит он перестал он открывается нормально нормально сокрытое это господу богу нашему открытое нам и сыновьям наш навечно чтобы исполнять те слова закона и раши тут очень интересную вещь он базируется на мудрецах так что всевышний наказывает то есть людей общества за грехи открытые грехи единиц этого общества то есть все общество будет нести страдание ответственность за грехи открытые грехи единиц этого общества но не за грехи скрытые так пишет раши раши пишет у нас так ванистаро для шаме лукейну вы им томру это скрытое господу то есть к Богу если вы скажете что можем сделать да он грешит то есть что я могу сделать а там аниши тарабим алигер гурея хи наказываешь то есть общество за то что кто-то что-то греховное в своей голове делает так далее алоин а там ю дэ тмунота вшелахаверо то есть даже человек не знает что в голове творится у другого как я могу это оценить что-то сделать анима арону тогда всевышний отвечает анима нишу тхема ленистаро шэм ля шаме лукейну лукейха то есть да то есть я на тебя не наказываются скрытая они на всевышнем даю всевышнему разобраться в эйфраме он возьмет с того одиночки который это делает а валя ниглот раскрытые вещи известны на нас и на наших детях то есть уничтожить плохое из нашего из нашего скажем так из нашего стана если мы не сделаем закон над преступниками то оно будет наказано в сообществе то есть так говорит раша раша продолжает что все это то что будут наказаны один скажем так все за грехи одиночки это скажем так будет только после того как мы перейдем землю израиля в пустыне этого не будет только после перехода ярды он пишет если вы откроете на иврите очень интересную вещь вы увидите в тексте торы над на иврите увидите над словами над словами лану уливаны ну то есть нам и нашим сыновьям точки стоящего там много точек сверху так вот горит раши на кут аль то есть вот эти вот точки которые стоят над лану вливаны ну то есть да нам и нашим сыновьям это пришло учить то есть боли дрожь но а наши тарабим а чавру это он не наказывал пока не перешли ярко окей вопрос что произошло почему по только вот это мы видим явно здесь что нашу ответ мы должны мы как общество ответственность за грехи даже каждого индивидуума этому если раскрыты грехи если мы не будем самими заниматься и у истреблять чтобы мы будем сами наказать вопрос другое почему это происходит только не сейчас когда они в пустыне а только по переходу и ордана просто только не перейдут и ордан только тогда это все начнется раша объясняет мишеки блоле гэм это ашвуа бэгар грезим бэгар айбаль на асо аравим залезай по принятиям клятвы то есть то что мы говорим на прошлом уроке учили прошлой недельной главе китаво на горе грезима на горе и баль когда они придумывают клятву на себя с этого момента стали ответственность друг друга армин залезай ответственность друг за друг за то момента то есть в принципе в принципе связь эта вещь связана не с подом землю израиля а это завязано на то что мы должны принять как народ на себя быть ответственным друг за друга когда это произойдет на вот этом вот новом подписание союза со всевышним и как бы на горе грезим на горе его проклятие это будет земле израиль поэтому там это произойдет с момента когда мы при на себя это ответственность друг за друга все началось есть махара мораль говорит что сам вход в землю израиля он изменяет народ израиля метафизически народ израиля до входа в землю израиля одно войдя в землю израиля проходит метафизическую мотоморфоз что с ним происходит он превращается из разных раздробленных индивидуумов в одно целое тело метафизически теперь надо залит одно целое тело поэтому если как говорится грешит пальчик и делать что-то плохое болеть будет всем то есть если допустим палец будет сувать палец в розетку то всему телу весело будет это что происходит это то что говорит в принципе переход это соединение то есть в принципе спрос запрессовывания превращения нас в одну церковь и здесь интересная вещь так давайте смотрите что мы сказали что раша нам способны пишет пишет нам раши что только за раскрытые грехи то есть те которые сокрыты нас не будут наказывать только за раскрытые по-настоящему это спор то что говорит раша это спор в трактате сангидрин который в принципе скажем так что про который нам могу может объяснить что произойдет перед переходе ярко когда мы войдем землю у нас говорит марата они стараются то есть да почему стоят точечки над этим и тут приводится так он учит нас о том что наказание ананасник накладывается за других за скрытые грехи другой индивидуумом в обществе сказал рабиуда по мнению рабиуда нас наказывать за переходе после того мы перейдем ярко то есть когда мы войдем землю израиля будут народа стали будут наказывать не только за раскрытые грехи которые всем видно но из-за то что человек делает скажем так втихаря в своей комнате закрылся из ванной заперевшись и за это наказывать будет так говорит абьюда раби них я не согласен амар раби них имя вики аннашал не старот леулам как раз он будет наказывать за не старот за скрытые навсегда аллокварный мар ад улам не а до леулам это включая а дулам это до таким вот что он имеет виду и имеется ввиду что пока не перешли я там вообще наказывал точно так же как он не наказывался скрытые грехи которые никогда не будут наказаны то есть все общество за скрытые грехи индивидуал пока не перейдут и ордан даже наказывал что не за раскрыт только перейти в явно в принципе здесь явно видно что по мнению рабиных имя то есть с переходом ярко что происходит мы превращаемся что-то общего с этого момента в принципе наказание идет только за раскрыт правильно и явно то есть видно что на что я могу наказывать когда то силе быть наказан за что когда я вижу то есть преступление я не останавливаю нет ответственность то есть он в принципе рабиных таким образом родители строят на то что раша говорит что все этот вещь что мы друг другу ответственно мы аравьим залезы на этом строке рабиуда говорит очень интересную вещь немножко другую он говорит от чего это вся ответственность это все ответственно что мы органическое одно тело органическое тело вскрыто оно раскрыто она этот грех какая разница будет человек сувать палец в розетку всех на глазах или будучи окрасивая палец розетку пока когда никто не видит в тишине не знаю в ванной фен себе засовывать и пальцы фен в воде бить будет все тело в любом случае это что он говорит спор раши и махарали это можно сказать спор этих тана мудрецов теперь то есть у нас или рвут или то что мы одно тело что-то еще более теперь вопрос где граница да насколько мы должны что мы должны делать с этой информации здесь за граница того а наша ответственность я назначаю заканчивается раша пишет что оба лениглот лану любэнелли бэр это раме кюрбэйну вэймлона садин бээм яншуа это раби на что открыто это все грехи индивидуум на нас и на наших детей если мы их не накажем то мы сами будем на наше дело уничтожить зло из нашего удела таким образом что из этого выходит что в принципе вся на все понятия аравим зелезе ответственно друг за друга связано лишь с наказанием грешников на это то есть это принципе границы этого закона эта вещь то есть я ответственность за другого чтобы не было грешников но и я обязан наказать всех и наказал то я уже проднившие общество если грешников поставлять значит не полагать наказать но здесь на мне лежит ответственность он говорит в принципе речь идет аравим зелезе это наказывать по свидетелям по свидетельству и наказал то есть принципе наказать преступник это наша задача кстати когда к сожалению нас сегодня в наше время и она плохо исполняется нашим правительством до кори далеко не всегда преступников явных наказок окей но можно сказать что сказать границы ответственность не более широкий правильно сокрытая господа богом наше открыто нам и снам наших конечно и смотри что чтобы исполнять все слова закона этого что это напоминает это читал недельную голову в этот шаббат сразу увидит очень похоже на помните 12 проклят арура 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 там одна из проклят арура ашерлу я проклят кто не осуществит слова закона с его исполнением их кто-то не позаботится об исполнении слов этого закона тот будет проклят таким образом что говорит по этому поводу кстати этого стиха который сейчас прочиталось в прошлой недельной головы иерусалимский толомок очень интересную вещь то есть сказал раб аха от имени раби танхума от имени рабихия сейчас переведу учился и учил соблюдал и делал и мог то есть да в принципе мог поднять других заставить исполнять и не сделал считает он попадает под проклять проклят то есть человек который учил той который соблюдал туру но он других не двигаться бы подвигал хотя мог это сделать если мог это сделать и не делал он уже он попадает подлетает под этот проклят то есть ответ идет на только далеко то есть недостаточно поэт нужно действительно по-настоящему заботиться о том если можешь далеко не всегда можешь то есть таким образом ответственность она не стоит только на уничтожение плохого внутри стана внутри лагеря внутри общества еврейского она идет дальше она это ответственность идет на то чтобы заботиться о том чтоб тора и заповеди исполнялись дальше то есть в принципе человек ответственность не только за личное исполнение свою заповедь тора и заповеди но он ответственность так чтобы и другие в народ израиль этого исполнялись это то что это то что говорится по поводу вот это вот критики краби танху учил элемент он то сделал очень многие вещи то есть он учил преподавал все поднимал но не сделал то есть даже то есть поддерживал учения тора и так далее но и сделал все что у ним он может для того чтобы приблизить евреев всевышним чтобы не тоже исполняли проклят до что это хорошее замечание очень стоп нет вместо за вошли землю зале те кто это на то ваше замечание началось хорошее это сказано когда когда перешли и ордан правильно а до этого то нет а что то есть сразу вопрос а что когда началось изгнание этот мы переходим к следующему это малезонского болезня они считаются что вошли землю зале они не реально не релеван то есть в этом случае не релеван говорится дальше ама раби леви би явны утра харитсуа яцта батколь ве амра эллахэм эсэк бани старот сказал раби леви что в явны что такое явны когда сангедрин перекочевала зарусалима в явны с разрушением храма то есть когда раббан шамо раббан юхан бен закай попросил утита тенли явны в хахаме да не явны мудрецов его и кит ему разрешил и он забрал сангедрин в явны там то есть в принципе ухвал сангедрин назад сохранить для того чтобы сохранить тору с этого момента сказали утра рисуа то есть повесили кнут на стенку откуда вышла то есть глаз то есть от всевышнего сказал больше не занимаетесь скрытым что имеется ввиду что мы наказываемся даже если это скрытые грехи народ то есть да то есть почему и он то есть принципе кстати похоже на махара снова на махар аль он это очень интересную вещь он же что если сангедрин когда сангедрин не мы не были изгнаны еще с земли сангедрин переехал из иерусалима в явны с этого момента прекратились наказание и это похоже на именно на подход махара а не раши что а рвут то есть да вот это вот ответственность друг за друга она построена на нас на как когда мы как она как народ одно целое как только то есть да только разница между махаралем рабилевы друга махараль это завязал на проживание в земле израиля что у нас земля израиля метафизически склеивает делать одним целым рабилеви из русского талмуда говорит что в принципе переход сангедрина из иерусалима в явное привел к окончанию сплоченности народа то есть народ развалился сплоченные принципе он перестал быть одним целым и превратился снова в индивидууме это хороший это следующий этап котором то есть это принципе вопрос на наши дни очень сильный когда мы развалились назад то есть принципе ребята все это не ваше дело то есть мы не можем делать когда развалилась и это очень понятно с точки психологии тоже поймите когда мы один народ намного проще влиять на другого слушать может быть согласен так далее но влияние когда мы начинаем все мы невозможно просто невозможно ничего не может теперь если мы возвращаемся к нам мы сказали что когда народ обратно склеивается когда мы возвращаем землю израиля возвращаем в принципе идем чем дальше в процессе избавления наяривая его накручивая очень быстро развивается тем быстрее что происходит тем больше возвращается наша обязанность соответственно друг за друга таким образом мы сказали какой последнее проклятие то сегодня сплоченность возвращается то есть в принципе обратно снова один народ на одной земле мы до друга зависим как бы мы не спорили как бы мы не ругались мы друг друга зависим корона показала что мы друг друга зависим эти привились эти не привились кто-то не привились страдают все мы жили в этой стране нам сказали снять маску везде а есть люди которые решили и сказали пожалуйста не ездите за границу там делать нечего мир болен сказали в израиле все хорошо в израиле болезнь закончилась мир больной не надо ездить за границу но мы же не можем некоторые жить без заграницы но как же так но как же я не отдохну на кипр ладно ты поехал на кипр отдыхать хорошо я сказали что дельта появилась штампа и индийский вода назвали и так далее не поехали гулять зараза тебе сказали ты вернешься наверх мало то что не привит то есть сказали сядь в карантин так нет же я шумнее всех я карантин не сажусь я еще более того устраиваю миссию зову гостей детей и взрыв дельта в израиль сначала в одном месте помните бениамину много следили за бениамином и дином а потом пошло по и масло оно что так начал просачиваться что люди начали они заражают они заразились они не идут в карантинеidade а потом еще более умные были были красные страны в дом де люта так что люди придумали они ездили едят через 3 стран и для от них приезжать, потому что нельзя из Израиля на прямой поехать. То есть сделали тоже очень умные. И дыра это, ну правда, правительство на что же виноват, конечно, в этом? Это простое безответственное отношение. Это показывает, как мы все страдаем, одно целое. Это так, на самом примитивном уровне. У нас там много сильнее на духовных уровнях, на метафизических, заразные поведения и так далее. Он делает то, что он ведет по проблемам на всех нас. Если я возьму вчерашний разговор, который я вам рассказывал на перемене, Рава Медана, то, что идет со всех сторон. Талибан, чтобы на 5 миллисекунд, чтобы у вас не было сомнений, это такая же организация, которую он хочет уничтожить не меньше Ирана. Почему? Потому что духовный вдохновитель Талибана родился возле Джанина. То есть он далековато? До Ирана тоже когда-то был далековато. И дальше у нас уже на границах стояли. В любом случае, в конце концов, что происходит? Происходит то, что они двигаются сюда и двигаются со всех сторон. Это зависит от чего? От нас. Чем мы будем правильнее себя вести, тем будет лучше. Причем тут я всегда, когда рассказываю, говорю, правильно, это связано с собой, это так, это правильно. Но то есть очень интересная вещь. Каждый человек, причем нужно понимать, на политиках, то есть каждый человек, каждый человек, который может на политиках, то есть чтобы поднять, усилить, исполнять заповеди, ответственность друг за друга, усиливать приближение к Всевышнему и так далее, не надо рассчитывать ни на политику, ни на каких лидеров никто это не приведет. Каждый человек должен это делать. Каждый человек, который может это делать, далеко не каждый это может делать. Но понимать, во-первых, нужно умение, во-вторых, в наше время далеко не многие могут объяснять по-человечески и так далее. Нужно делать все. Кстати, я не люблю Киру. Очень не люблю Киру. Потому что в Киру есть элемент обмана. Давайте я сейчас покажу такой классный красивый удаизм с цветочками, с фантиками, а потом, когда начнешь углубляться, ты поймешь, что там фантики. За фантиками есть вещи неприятные тоже. Вот нелегкая штука. Нужно показывать его настоящий. И красоту его, и тяжесть. Я бы всегда сомневался. То есть, если мне всегда показывали что-то, что оно идеально, то мне всегда это было сомнительно. Кстати, я вам скажу одну вещь. Знаете, откуда мы знаем, что Тора вообще-то нах, это Божья книга? Что не писал человек? Никакие коды. Все очень просто. Если бы писал человек, все люди там в ней были бы идеальны. Не грешили бы. Все были бы ангелы в оплате. Если бы писал человек. Он бы делал из центральных героев, на которых нужно равняться, он бы их делал идеальными. А они нет. И царь Давид, на который все равняются, все ожидают прихода Машеха и так далее, что это ли воплощение самого царя Давида, или его потомка и так далее. Он падал. И он сделал вещь, за которую заплатил очень тяжело. И он должен был сказать, хатат и ляши. Кстати, это величие и так далее человека. То, что там центральный положительный герой, не идеальный, и получают они строгий выговор, занесение в личное дело, это показатель того, что это не человек писал. Человек такое писать не будет. И поэтому мы должны понимать, что когда мы хотим приблизиться, у нас есть наша ответственность, нужно понимать, что люди не идеальны, и мы не идеальны. И поэтому иногда нужно понимать, человеку приходить с понятия, и говорить, показывать, иудаизм настоящий. Он не идеальный. Он не может быть идеальным определением. Потому что в нем есть люди. Потому что что происходит, когда показывают идеальные иудаизм? Как только проходит эйфория, все рассыпается. И что ты сделал? Никого не приблизил. Есть те, кто-то толкнул навсегда. И я еще не люблю есть чикенкиров. Знаешь, что чикенкиров? Это едой приглашают. Едой заманивают. Я тоже не люблю. Я люблю другие вещи. В любом случае, кстати, то, что я люблю, тоже деликаместаром. Поэтому на нас обязывает, сейчас в нашем поколении очень сильно лежит обязанность прикладывать все усилия, как мы можем, привести человека к иудаизму. Привести человека к еврейскому образу жизни. Привести человека к быть евреем, хорошим евреем. И тогда мы будем рады, что мы не попадем под этот хорок. Потому что, слава Богу, это положительная вещь. То, что мы разгробились, когда уходили в изгнание, это отрицательная вещь. Она, правда, нас освободила от ответственности. Сейчас у нас положительная вещь, положительная, хорошая вещь и положительная накладывает у нас огромную-огромную ответственность. И мы должны, скажем так, оправдать надежды всего. Вы задавшим, чтобы у нас это получилось. То есть, я думаю, на этом можно, так скажем так, подвести то, что мы увидели. У нас есть арвута дадит, то есть ответственность друг за друга. На минимальном уровне, это, конечно, наказание преступников, но это намного идет шире. Это приближение евреев всех, к Всевышнему и так далее. у нас на каждом из нас лежит надо ответственность. Это идет из того, что мы, в конце концов, одно тело, одно целое. Когда мы в земле Израиля, когда мы в Саняш, когда мы идем к избавлению. Да, Хан? Я просто подумала, что, в принципе, вот эта ответственность, она и, наверное, спаслила всех наших мудрецов о создании калмуда и связанных с этим. Вот для Галута, как жить в Галуте, для того, чтобы сохранить носители. Понимаете? Ну, это понятно, что когда Рабан Юханам бен Закай, когда Рабан Юханам бен Закай это делал, понятно, он хотел сохранить то. Да. И носители, понимаете? Главное, чтобы вот... То есть мы, в принципе... Понятно, но это, не сомневаюсь, немножко другая тема. Но все равно это остается. Это, по-моему, во все времена... Понятно, что это... Но это немножко другая тема. Это то, что называется... То есть это... То есть в наше время, Всевышнего, то есть во время знаний, то есть нет ничего, кроме Арба, Амота, Аллаха. То есть четыре локтя в Аллахе. То есть Аллаха. То есть она держит, то есть еврейский народ. В тот момент, когда мы возвращаемся, мы начинаем расширяться. То есть у нас, кроме Аллах, есть многие другие вещи. Поэтому идет возрождение очень сильное. То есть мы видим это. Кстати, в хасидуде, хасидизма, скажем так, и не только хасидизма, вообще такого, в каком-то смысле New Age, который проявляется, так называемый духовный тип порыва, они немножко мне не близки по свойствам моей души, но я могу понять людей, которые за этим идут, по причине того, что это пробуждение дальше, то есть так называемые четырех локтей Аллахи. Это хорошо. Я еще нахожу пробуждение дальше трех локтей Аллахи в другом аспектах, не New Age, а сектуром New Age. У каждого, куда душа лежит. В конце концов, главное, чтобы, как говорится, Ихадамарбе, Вейхадамамид, Айкарши Хавет, Либо, Вишамай. То есть один, то есть больше, другой меньше, главное, чтобы это было во имя небес, чтобы сердце направлялось к небесам. Это самое главное. Так, ну что, мы на этом закончим сегодня. Кто наслушал записи, всего хорошего. До свидания. Запись мы на этом заканчиваем. Спасибо.